Галина влюбилась в оперу Евгения Онегин и выучила ее наизусть, по пластинке. Несмотря на отсутствие консерваторского образования, Вишневская много лет была солисткой главной оперной сцены СССР и с большим успехом пела во многих ведущих театрах планеты. Вишневская была также известна как жена Мстислава Ростроповича, велончелиста, дирижера с мировым именем. Эти любимцы советской культурной элиты стали изгоями, когда в 1969 году приютили на своей даче Александра Солженицына. В 1978 году во время зарубежной поездки супруги были лишены советского гражданства. В 1982 году она беседовала с нашим коллегой Леонидом Владимировым и он спросил Вишневскую, вы уехали, потому что вы супруга Мстислава Ростроповича или у вас были свои личные причины? Мы-то уехали по нашим общим причинам, не потому что кто-то из нас хотел уезжать или не хотел, мы вынуждены были это сделать. Последние годы у нас больше четырех лет, в общем, пять зим он жил у нас, Александр Александрович Солженицын. Естественно, что все это накапливалось как ком большой, знаете, снежный катится. Все эти неприятности и давление, и всякие доносы на нас, это все за эти годы накопилось уже до предела. Вот. На мне, как на мне это лично отразилось? Ну, на Ростроповича я могу сказать, что у него, допустим, отменяли его концерты, не давали ему большие залы играть, оркестры, не выпускали его за границу. Меня, естественно, тоже не выпускали за границу, но я не так это творчески, фактически чувствовала, потому что в театре я работала, никто меня оттуда не выгонял, не запрещал мне петь. Я пела, сколько я хотела, до самого последнего дня. Это что правда, это правда. Никто меня не трогал. Другое дело, что я как бы умерла заживо. Обо мне перестали говорить по радио, обо мне перестали писать в газетах. Обо всех пишут, ну, кроме меня. Вот я могу все делать, все что угодно. Я спою, будет полный зал народа. Но ни слова не будет радио, не передадут по телевидению, не напишут в газете на другой, что это состоялось. Это вот продолжалось несколько лет довольно противно. Вы знаете, я, конечно, делала вид, что меня это не волнует. На самом деле это было не так, конечно. И все это копилось внутри. Я никому даже об этом не говорила. Даже мужу моему не говорила. И в какой-то день, в последний уже момент, это вырвалось все, вскрылось. И когда нам просто запретили, мы делали запись в Тоске, нам просто ее прекратили. То есть вы сказали, просто вы в студию можете больше не приходить. И все. Мы записали первый акт и дальше не дали ничего делать. Вот. А я тут же сказал Ростроповичу, я говорю, все, хватит. Довольно. Ты будешь терпеть сколько угодно. Я это терпеть больше не буду. Садись и пиши заявление. Написали тут же заявление. Он отослал это в ЦК партии. И, в общем, буквально он отвез заявление в ЦК, допустим, полпятого. Положил секретарю Демичева. Демичев, да, был в ЦК партии. Успел только вернуться домой. Это прошло минут 20 с тех пор. Как нам уже звонили из Министерства культуры. И вызвали туда. Такой кухарский заместитель Фурцева до сих пор, по-моему, там сидит. И, в общем, он-то объявил, что правительство возражать не будет против вашего отъезда. Так что, в общем, впечатление было, что это было, как будто бы и ждали, чтобы мы оттуда уехали. И как, с какой легкостью они отпустили его, самого, этот клад, искусство России, так же, как и меня. Я это помню всю жизнь. Итак, вы уехали за границу по паспорту на два года. Но, как выяснилось, пускать вас и Ростроповича обратно власти были не намерены. Когда состоялось ваше первое выступление на Западе после выезда? Когда вы опять запели? Запела тут же. Запела, сейчас скажу, это было... Я уехала 26 августа, а где-то уже что-то 5 сентября, наверное, что-то в этих числах буквально, может, даже и 3-го или 4-го, у меня уже был концерт в Мон-де-Карло. Наша, кстати, покойная сейчас принцесса Грейсен, была большим нашим другом. Замечательная женщина, светлая память. Вот, и я уже буквально через 10 дней я спела свой концерт. Нужно было, не потому что мне хотелось, я выехала совершенно в потрясении из этой страны. Мои нервы были натянуты, я не знаю почему, как я вообще пережила это всё. И я выехала, я вынуждена была запеть сразу. Потому что нужны были деньги, и мы же выехали без копейки денег. Мы оставили всё. Мне было 48 лет, когда я уезжала, так же, как Ростроповичу. Я уже работала в Большом театре 22 года. Вся моя жизнь, все мое материальное благополучие, всё, что мы сделали за свою жизнь, всё осталось там. Мы выехали без копейки денег. Просто так, в неизвестность. Уехала Ростропович сначала с виолончелию, с собакой, с нашей большой. Огромный пёс у нас в Ньюфан Лен был. А после этого я с двумя детьми. И мой голос, который я не знала, жив ли он вообще. И я запела. Я русская женщина. Я должна была выйти и запеть. И это были первые деньги наши заработанные. Я помню, я получила же 5 тысяч долларов. И не сдала это в посольство. Кстати, из посольства приехали туда и спросили, а что вы, как теперь вы будете рассчитываться с деньгами? Я говорю, какими деньгами? Ну вот вы что, получаете здесь? Конечно, мы понимаем, вы, наверное, не будете теперь отдавать, как всё раньше отдавали, и себе получали там 200 долларов за концерт, как все артисты. А теперь вот, значит, вы, как вы теперь будете с государством-то рассчитывать? Я говорю, в чём рассчитываться? Я говорю, вы со мной рассчитаетесь. Мне жить здесь надо. Ох, Господи. Галина Павловна, это был первый ваш концерт. А первое оперное выступление? А первое оперное выступление было тут же, через полгода. Я же приехала, у меня ни контрактов, ничего не было. Кому я здесь, кто меня, никто не ждал. Так же, как Ростроповича никто не ждал. Мы не выезжали. Ну и вот это было в Нью-Йорке уже. Я пела в Метропавловске, не пела Тоску. Это было через полгода примерно. Какие партии вы спели на Западе? Тоску, Татьяну, Пиковую даму, вот Макбет на следующий был сезон. Я спела 10 спектаклей в месяц. Это была новая работа для меня, совершенно новая. Очень интересно это было. В Англии. И здесь я сделала пластинку леди Магвина Псевского уезда Шостаковича по первой его редакции. Это было для нас очень большое дело. Мы считали своим долгом сделать пластинку этой оперы, нашего великого друга, нашего учителя, который, к сожалению, не дожил до того, чтобы услышать эту версию первую свою, его любимого детища. Магвина Псевского уезда Шостаковича. Галина Вишневская в интервью русской службе BBC в 1982 году. Ну вот и все на сегодня. Проект «Голоса из архива» можно найти на сайте bbcrussian.com. Пока.